Мама, безумно тебя люблю я, мама. Держит ноты, поёт сильно, хотя у неё патология дыхания. До трёх лет Настя дышала с кислородной подушкой. Сейчас ей 13, но она до сих пор кислородозависимая. Обморок в любой момент. Ну и 300. Девочка инвалид детства, но в 2014, когда ей было 8, инвалидность забрали. А с ней пенсию, лекарства и путёвки в санаторий. Я задала вопрос экспертам МСЭ, у меня что, ребёнок выздоровел? Они сказали, что нет. Но вот они приняли такое решение. И мать начала борьбу. За 5 лет обращалась в Алтайский филиал медико-социальной экспертизы Томский-Новосибирский. Дошла до Москвы и там нашли ошибку Барнаула. В нашем случае, получается, специалисты МСЭ позволили себе изменить диагноз. То есть они влезли в диагноз и просто его перекроили так, как им было выгодно. И в результате впервые в истории Федеральное бюро МСЭ пошло вразрез со своим детищем. В мае 2017 года девочки должны были вернуть инвалидность. Но Алтайский филиал пошёл в суд обжаловать решение своего начальства. И проиграл. Инвалидность вернули, как и выплаты. Но мать требует компенсацию. Больше года, пока шёл в суд, у ребёнка не было пенсии. Краевой суд сказал, что ребёнок вообще ни в чём не нуждается. Так как всё это носит заявительный характер, то есть я должна была обратиться в пенсионный фонд, в соцзащиту. Хотя на суде я объяснила, что как я могла 19 мая 2017 года обратиться. У меня же на руках не было вот этой вот справки по инвалидности. Из-за невыплат женщина судится с пенсионным фондом и соцзащитой. Но юристы говорят, это ошибка, иск нужно подавать другому. Можно получить, по сути, те же суммы, причитающиеся законом, только с МСЭ в качестве убытков. Просто нужно иск подавать к МСЭ. В чём самоудобство, виновность-то уже доказана. Уже есть судебный акт, вступивший в силу, который признаёт решение МСЭ незаконным. Почему МСЭ наступила на закон, мы спросили у них самих, но диалог возможен только при наличии нотариально заверенного согласия мамы. Ведь речь идёт о диагнозе несовершеннолетней девочки, объясняют в МСЭ. А мать уверена, это уловка, чтобы потянуть время. Эта проблема не только моя, просто многие замалчивают. У многих родителей не хватает сил, терпения, как вот я, допустим, пять лет, пять. О том, что это далеко не частная история, говорят и люди в интернете. На сайте «Я плакал», работу медэкспертизы равняют с фашизмом. Кстати, ещё Насте полагается путёвка в санаторий, но её нет три года. Минздраве на это отвечают, у ребёнка противопоказания к такому лечению. Евразия. Вот это вот Австралия. Сейчас девочка учится дома, а ещё поёт. На вокале нашла лучшую подругу. У нас как оказалось неодинаковое заболевание, и у нас розинки на одной и той же руке, и много общего. То есть мы в одну минуту можем сказать одно и то же слово «больница». Настя мечтает стать врачом, чтобы помогать таким же, как она. А мама мечтает не судиться, и чтобы её дочь выздоровела. Валентина Аскерова, Николай Шелко, Илья Халяпин. День с толком.